Всем привет, мои хорошие! С вами Кемери и сегодня я снимаю для вас очередной мукбанк. У нас сегодня с вами очень бедный мукбанк, так скажем, доширак. И здесь у нас такая вот сушеная рыбка, которую я обожаю. Три штуки. Купила в магазине Grand Market. Здесь активы у нас. Вы, наверное, в инстаграме видели, когда я ходила в супермаркет и все это покупала. Водичку что-то не хочется, я голодная. Давайте приступим. Мамочки нету, вот приходится обходиться вот так вот. Какой-то фигней. Но дело тут не только в этом. Знаете, я люблю доширак. У меня папа работал проводником. И мама ему покупала тушенку и дошираки. Я помню, что мы с братом прям сидели, облизывались. Ой, мы тоже хотим. Мама объясняла, что это нездоровая еда. Зачем вам дошираки? Но иногда, я думаю, можно себе позволить. Почему бы нет? Вчера до ночи болтали с Фатей о ее проблемах, о моих. И многие, например, думают, что мы дружим из-за видео, там, не знаю, из-за съемок и так далее. На самом деле, мы очень много общаемся вне. У нас нет такого, знаете, зависти, недопонимания. Мы очень хорошо друг друга понимаем, особенно после последней ссоры. Мы как-то по-другому начали к друг другу относиться. Более трепетно, наверное. Более так с душой. Как давно я не ела. Доширак еще здесь с кусочками сухих фруктов. Ой, фруктов. Сухого мяса. В общем, я рада, что у меня есть такая подруга, что мы полностью друг друга понимаем, прислушиваемся друг к другу. Например, мне Фатя что-то говорит. Идет мимо ушей. Я сразу задумываюсь о том, что она говорит. Почему она так говорит? То есть, в любом, мне кажется, или прокисло. Мне кажется, безумно вкусно. У меня просто такая привычка. Я никогда на сроки не смотрю и покупаю. В общем, вот так вот. Я желаю всем таких друзей, как мы с Фатей. Конечно, все свои проблемы, все моменты в жизни невозможно просто так вот раскрыть и на видео все рассказать. Во-первых, многие не поймут. А еще мне мама всегда говорит, сначала перепрыгни, а потом расскажи всем. Маму жутко раздражает, когда я рассказываю про свои планы, что я хочу сделать и это то. Мама говорит, смешно, когда у тебя что-то не получается. И я согласна с ней. Есть блогеры, например. Они говорят, вот я куплю себе такую дорогую машину, вот вы увидите. Ставят, например, в свой инстаграм эти фотографии дорогущих машин. И внизу там, не знаю, пишут мотивационный пост. Мне кажется, сначала сделай, а потом расскажи, и это правильно. Это моя тоже ошибка. То есть, я, например, хотела купить новый ноутбук, а потом я нашла другую программу монтажа платную. Купила и получается я без никаких проблем монтирую и на своем компьютере в хорошем качестве и так далее. Просто смысла уже покупать новую программу монтажа уже нету. Поэтому эта идея ушла на второй план. И мне кажется, некрасиво каждый раз что-то говорить, а потом у тебя что-то не получается. Поэтому я буду стараться впредь не говорить о своих планах, когда я говорю, ничего не получается. Сначала хотела подхватить челлендж 10 дошираков за раз. Потом, знаете, я подумала, это жутко вредно. Зачем? Это вредно, но это безумно вкусно. Я люблю. В общем, как-то так, ребята. Любое какое-то непонятное рекламное предложение. Все что угодно. Первый человек, с кем я все это обсуждаю, это Фатя. Потому что мама, она не поймет. Парень тоже не поймет, если честно. А Фатя в этом деле... Мы просто часами можем переписываться, отправлять друг другу войсы. И это так круто, когда у тебя есть друзья, которые тебя понимают. Потому что, когда я училась в школе, у меня реально не было человека, родственной души, которой я могу все это рассказать. Были, конечно, друзья. Но они просто были на основе того, что вы учитесь вместе, и с кем-то надо дружить. Это было супер вкусно. Немножко пройдемся по вопросам. Точнее, отвечу на один интересный вопрос. Айка, скажи, пожалуйста, могла бы ли ты называть свекровь мамой? И как ты к этому относишься? Твое мнение. А я считаю, что здесь нет ничего плохого. Но моя бабушка, она считает, что это неправильно. Потому что мама должна быть одна. У меня бабушка так считает, представляете? Обычно она всегда на стороне свекрови. Вот. Бабушка считает, что если ты называешь маму мужа мамой, то получается, что вы с мужем, брат и сестра. А это неправильно. Не знаю. Возможно, я поменяю мнение об этом. Но я, наверное, не стала бы называть мамой. Называла бы по имени-отчеству. Или просто ханом. Да, имя и ханом. Вот. Мамочка бывает одна. Это которая тебя родила. Но у меня нет какого-то категорического мнения об этом. У меня, например, тетя. У нее появилась невестка. И невестка ее захотела называть мамой. Она не согласилась. Мамочка, мама бывает одна. Я не твоя мама, детка. Иди ищи свою мать. Сейчас все начнут писать, как хорошо бы эта рыбка пошла бы с пивом. Согласна. Но здесь в основном кости. Неудобно, если честно, есть. Из-за того, что много костей именно. А так я обожаю сушеную рыбу. Это просто нечто. Это просто любовь. Просто сложно кушать. Кто-то бы почистил и дал. Мне было бы очень круто. Вы слышите это? Это мои соседи. Я не знаю, они держат слона у себя в квартире. Или нет. Из питьевых йогуртов мне больше всего нравится Активя. Все. Выпили. Готово, ребята. Теперь давайте разбираться с рыбками. Вот эта рыбка, кстати, более-менее. Та общая сухая была. Вообще, я не могу сказать, что я прям обожаю морепродукты. Да, я люблю. Могу съесть что-то, но такой прям супер-любви у меня нету. Я попробовала морскую капусту. Вообще, мне понравилось. Икру тоже не очень люблю. Не понимаю людей, которые прям обожают икру. Да, есть можно, но не прям вау. Обычно. Когда берете сушеную рыбку, не берите совсем маленькую. Потому что она маленькая, очень мало мяса, так скажем. И оно засохшее и невкусное. Будьте побольше. В общем, ребяточки, на этом все. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. Я что-то вообще не наелась. И что-то не получила кайф, если честно, от этого мукбанка. Поэтому я буду думать, что же такое вкусненькое. Можно покушать. Я стараюсь делать вам что-то разнообразное. Но рыбка, если честно, не очень. Мне она не очень понравилась. На самом деле, она очень сухая. Она пересушенная. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Вайка Эмили. Всем пока.